Всем добрый день! Собирайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас такой эфир на поговорить и на повышевать. Я вам расскажу. И мы довышиваем букву Я. Сейчас, пока вы собираетесь, я подготовлю мулинышки. У нас все никак не получается организовать коммуникацию с вами, поэтому никаких анонсов в новых курсах мы не проводим. Хотя у нас с четверга стартует курс «Красное и белое». Мы про всех помним, мы никого не забыли. Просто сейчас, пока мы не можем с вами связаться. Из-за непонятного вообще, что творится в Инстаграм, мы никак не можем сделать профиль. Во-первых, тот профиль, который у нас был на Диннидлворкскул, он под каким-то непонятным баном. Его вообще нельзя упоминать, и это будет неудобно. А мы сделали новый профиль, но он тоже как-то... В общем, он тоже не работает. Сейчас мы пока решаем эту проблему. Я надеюсь, что в ближайшее время ее решим. А мы уже завели новый девайс, чтобы туда сделать новый профиль. И чтобы моя помощница могла с вами нормально общаться. После этого будет анонс курса «Розы, красные и белые». Низкую цену мы продлим еще на две недели. Но курс начнется с 25 марта, но у нас там будет длинная подготовка. То есть я вам дам время, чтобы подготовить палитры. Они будут у каждого индивидуальные, по вашему усмотрению. Ну, 25 числа уже откроется подбор палитр, поэтому вы можете их уже начать себе собирать. Потом будет долгая подготовка. Мы разберем несколько видов роз различных. Каждый вид розы мы разберем отдельно, потому что они будут достаточно сложные. Которые... Ну, вот это у нас в курсе по розам. Роза простая, ее может вышить каждый. А с этими розами придется повозиться, потому что там будет много нюансов. Эти все нюансы мы с вами проговорим тоже дополнительно. Так, какими я вышивала? Вот этим. И будем постепенно, постепенно учить. У нас, по-моему... Ой, не соврать бы. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас будет два вида больших роз, два вида средних, маленькие и бутоны. В общем, очень много всяких разных розочек будет, красивых, разных форм. Поэтому... Поэтому вот. Это я рассказываю сейчас про розы красные и белые. И одновременно подбираю цвета, которыми сейчас буду вышивать. Так, вот эти. Где-то у меня бирюзовые должны были быть. Вот. Надежда, где будут розы? Розы будут на гид-курсе. Да, те, кто с абонементами, с абонементами, напишите, пожалуйста, на гид-курсе, либо в чат-бот, либо на гид-курсе сообщения. Потому что в личный, в директ сейчас сообщения пока не работают. Что вы хотите подключиться, и мы вам пришлем ссылку на подключение. Это те, кто с абонементами. Если вы хотите прямо сейчас подключиться. Если попозже, то когда созреете, тогда и пишите. Мы тогда вас подключим. Помните, что доступ у вас год. Если вы подключитесь прямо сейчас, то год уже пойдет. Тема эфира. Мы будем с вами дошивать букву Я. Вот у нас такая есть буковка. Мы ее будем дошивать. По вопросу, когда будет мастер-класс по буквам, как только мы сейчас решим наши технические проблемы, все-таки победим Инстаграм, так сразу будет объявление про мастер-класс. Те, у кого куплены буквы, вы его получаете бесплатно. Те, кто просто захочет с нами повышевать монограмму, те тоже смогут присоединиться. В общем, будет для всех. Сейчас я вам еще немножко покажу сюжетов из нового проекта. Розы красные и белые. Давайте я переключаю на свои руки уже. И мы с вами будем потихоньку начинать. Вот такая у нас с вами буква. У нас остался один хвостик. Ну и там доделочки небольшие. И давайте пока еще собираетесь, я вам покажу сюжеты, которые я подготовила для курса по розам. Вот такой будет у нас венок из белых роз. Здесь будут белые розы. Вот такая будет косметичка из красных роз. Здесь будет у нас большие розы, два вида. Средние розы, два вида. Вот средние розы, два вида. И маленькие розы. Один тут, один вид. Ну такие, да, нет, два вида еще маленьких роз. И будет еще вот такой комплект. Так, вот это красное, это белое. И будет еще такой комплект, который можно вышить как красными, так и белыми на очешник. Ну здесь прям под очешник. И на сумочку под фермуар 15, там 15, нет, наверное, под 15, под 18 сантиметров подойдет. Вот такой вот. Здесь тоже, видите, много-много маленьких разных розочек, разных видов. Вот. И мы это все с вами будем вышивать. То есть мы будем вышивать вот такой сюжет. Этот сюжет аналогичный. Единственное различие в бутонах. Но бутоны два вида я вам тоже дам. Да, здравствуйте. Вот такой вот сюжет. Очень мне понравился вот этот сюжет. Он прям реально классный. Его можно также сделать на одежду. Ну для одежды я, наверное, потом отдельный сюжетик нарисую. У меня есть заготовочка. Сейчас покажу. Вот он в черновом варианте. Видите, он прям сделан под очешник. А вот вариант для одежды. Вот такой вот для одежды вариант. Ну это тоже черновик. Можно его бутоначисто перерисовать. Вот такой новый курс, про который мы нигде не говорили. Еще нет никаких анонсов, но он уже начнется в четверг. Так вот получилось, что анонс не написать, потому что потом мы вас всех не найдем. Сейчас очень плохо Инстаграм работает. А делать анонс, а потом не пускать на курс тоже не хочется. Поэтому вот те, кто знают, те знают. Кто не знает, с понедельника будет серия анонсов. Опять же, льготную стоимость мы продлим еще на две недели. И будем делать набор уже с понедельника на этот курс. Он уже будет идти к тому моменту. Ну, с другой стороны, хорошо. Сразу присоединяйтесь и можете начинать уже материалы подбирать. Палитра ДМС есть на эти сюжеты? Да, этот курс у нас пробный. Будет две палитры независимые. Ну, они похожи, но независимые. Вот этот сюжет белые розы я вышиваю в гамме. Вот эти красные розы я тоже вышиваю в гамме. А вот эти красные розы, вот они будут красные, я буду вышивать в палитре ДМС. Потому что... Вот. Но вы можете вышивать либо в ДМС, либо в гамме. Потому что палитры будут переводиться однозначно одна в другую. То есть я подобрала так, что вот понятно, что куда. Это не Кирова, где приходится фантазировать с ДМСом. Конечно, все попроще. Но вот вышивать я буду два сюжета в гамме, а один сюжет в ДМСе. Сразу. Да. Так что теперь, скорее всего, все курсы будут в двух палитрах. Ну, и какие-то сюжеты буду вышивать одним производителем, какие-то сюжеты другим производителем. Вот. И это у нас тоже такой... Что-то по розам очень много разных интересных курсов придумалось. И после вот этих красных и белых роз в этом же курсе будут еще дополнительно разные цветные. То есть где-то к осени я планирую тогда добавить растяжки для бирюзы и танжерина. Ну, и потом там разные просто реальностью добавлять какие-то интересные палитры. Потому что, например, вот этот сюжет, он настолько универсальный, что его можно вышить вообще любыми цветами. Просто любыми цветами. Вот он очень-очень классный. Это вот один вид. Я думаю, что это будет один из топовых сюжетов, наряду с винтажными розами, наряду с... Что там на меня еще всех больше вышивают? Всех чаще это ромашки. Вот это вот тоже один из таких сюжетов, который, я думаю, что вам очень-очень понравится. Он реально классный. Так, ну, где я покупаю ДМС? Я все покупаю в Леонардо, потому что мне надо смотреть глазами. Я не могу покупать через интернет, потому что... Ну, потому что мне надо собирать палитры, а палитры через интернет не покупаются. Ну, либо надо заказывать всю растяжку, всю палитру. Но это как-то нынше совсем негуманно. Поэтому я прихожу в магазин, выбираю цвета те, которые мне нужны. Беру на всякий случай там еще немного с запасом. И вот сейчас у меня скопилось достаточно дмсовских, чтобы мне сделать хорошие палитры. И будет еще летом, где-то в июне, винтажные палитры. Там будут в трех производителях, будут три сюжета. Я буду вышивать всеми разными, тремя производителями. И там не будет однозначного перевода мулене в мулене. Потому что будут три отдельные палитры винтажные разных производителей. То есть, самые лучшие мулене из разных производителей я собираю в разные палитры. И будем вышивать. Потому как в Кирово очень есть классные нитки, которые не переводятся ни в один другой оттенок. В Гамме есть уникальные оттенки. В ДМСе есть. Но в ДМСе там вообще немножко своя, свой колор палитры. Поэтому будем вышивать. Вообще будет огромный простор для творчества. Но это будет лето. Сейчас у нас с вами красные и белые розы. Но вот в красных и белых розах, что будет уникально, там будет много-много разных форм роз. Потому что винтажные палитры, там будут все цветы. Причем там будут уникальные винтажные цветы, которых в других курсах не будет. А вот в красных и белых розах здесь именно упор дается на сами розы. Потому что у нас их будет много и не той формы, которой мы вышивали. Ну вот могу небольшие такие показать вам зарисовочек. Вот такие крупные розы. Вот такие вот разные формы. Маленькие розы. Разные, видите, серединки тут у меня. Вот. Такого плана мы будем с вами учиться вышивать. Там замороченные будут, сразу скажу, что будут замороченные инструкции. Где-то мы будем вышивать по часовой стрелке, где-то против часовой. Ну, например, вот эти два сюжета вышиты одинаковы, но в разном направлении. И мы будем понимать, что, когда нам лучше использовать. В общем, очень много тонкостей вышивки роз. И мы их будем разбирать именно на вот этих красных и белых розах. То есть это прям курс для тех, кто хочет вышивать разными розы разных видов. То есть не одну розу и разные цветы, а именно много-много разных роз, чтобы потом расширить свое творчество. Для начинающих тоже подходит, потому что начнем мы с азов, с наборного шва. Будут специфические упражнения, которых нет ни в одном курсе. Но здесь они нам нужны. Вот видите, заготовочка для этих упражнений. Чтобы потом правильно понять, как вообще розу вышивать. Вот. Чтобы не попадались там слов по часовой стрелке, против часовой, внахлёст, в прикреп. Много будет разных. Чем нарисована прорезь на этом сюжете? Белая ручка гелевая. Самая обыкновенная гелевая ручка из канцелярского магазина. Вот такая у меня есть и вот такая. Они быстро сохнут. Много их не покупайте. Знаете про запас? Вот я купила, они у меня обсохли. Но вот кто много вышивает, на темном они пригодятся. Так, ладно, мы с вами заболтались. Давайте вышивать. Вот тут у нас небольшой такой цветочек. Давайте вышьем еще ранункулюс, только другого цвета немножко. Ну и пара цветочков. Ранункулюс, вы знаете, как с вами сделаем? Как еще не делали. Мы на серединку возьмем не два цвета по очереди, а два цвета сразу вместе. Один светло-зеленый, один светло-розовый. Сейчас стоит 1990 роза красная и белая. Он должен был стоить до 25 марта, то есть до четверга. Но мы продлим сейчас льготную цену еще на две недели. Ну вот из-за того, что никак не можем наладить коммуникации. Оплатить можно по ссылке на гид-курсе. Напишите мне в директ после эфира, я вам ссылочку пришлю. И, наверное, выложу ее тогда в ссылку, шапку профиля и в сторисы, чтобы вам проще было найти. Вот это налаживание технических моментов занимает столько много времени. Просто последнее время, последний месяц я только и делаю тем, что подключаю, переподключаю всякие технические штуки. Уже так надоело заняться приличным вышиванием некогда. Ну вот решили глобально решить этот вопрос, сделать вообще новый нулевый профиль для общения. Ну как это будет профиль технической поддержки. То есть туда по оплатам, по подключению к курсам, по добавлению в профиль и все туда. А ко мне только с вопросами про вышку. Просто еще директ инстаграмовский не очень хорошо работает, поэтому у нас из инстаграмовского директа все раньше падало в специальную программу. А сейчас это сделать невозможно, потому что надо отключать тогда двухфакторную аутентификацию. А как только ты ее отключаешь, профиль сразу пытаются взломать. Вот реально час они проходят, как сразу попытка взлома идет. Как-то раньше все попроще было, сейчас вообще невозможно. Поэтому профиль без защиты оставить нельзя, но при этом, видите, все коммуникации теряются. В общем, печаль. Ну мы все победим, в конце концов. В конце концов мы все победим. Вот у нас такая интересная серединка розово-зеленая. Если у вас есть какие-то вопросы, вы задавайте, я вам отвечу. Гелевая ручка легко смывается. Но надо, естественно, пробовать на кусочки ткани. С моих тканей смывается легко. Вот. Как будет с вашей смываться, надо пробовать. Нарисуйте где-нибудь в уголочке. Попробуйте смыть. Я с хозяйственным мылом простирую. Хозяйственное мыло легко удаляет все. И копирка у меня хорошо отходит, и гелевая ручка. Но все надо пробовать. Потому что бывают такие ткани, из которых копирка, например, вообще не уходит. Поэтому мы всегда будем. Никогда, если вы какие-то материалы не пробовали, вот не рисуем посередине. Даже подосмываемые маркеры, и то надо тестировать на вашей ткани. Потому что у меня был момент. Когда он дал разводы. На обычной хлопковой ткани, без всяких, как бы, изысков, да. А взял и дал разводы. Один раз такое было, но вот было. С тех пор я все пробую. Но я вышиваю на одних и тех же тканях. Поэтому уже не пробую, потому что знаю, что с них отстирывается. Что буду делать с этой буквой, повешу на стенку. У меня сзади на стенке выставка моих вышивок. Я ее туда и повешу. Для этого, собственно, и вышиваю. Ну и будет мне напоминание, что самый главный человек в моей жизни – это я. Как бы это эгоистично не звучало, но это правда. У каждого человека вы, как говорится, есть то, что есть у вас. И никто у вас это не отберет. Все остальное под вопросом. На какой ткани вышиваете? Я вышиваю на смесовке хлопка лен Костромской мануфактуры. У меня там свои люди в Костроме. И меня снабжают леном прямо с производства. Эти оттенки в магазинах не продаются, потому что это ткань идет… Ну, некоторые продаются базовые, а большинство вот именно оттенков не продаются, потому что это делают постельное белье на экспорт. И вот ткани оттуда. Остаются рулоны ткани. Ну, печатают всегда с запасом, красят с запасом. А бывает, что остается рулон, тогда моя школьная подруга их выкупает и нас снабжает, вышивальщиков из моей школы. Нас снабжает красивыми, модными, актуальными оттенками льна. Зовут ее Татьяна. Таня Т.Кострома. Ну, я на нее всегда даю ссылку на курсах, чтобы вы могли вышивать на тех же тканях, что и я. Еще, кстати, розы хорошо вышивают девочки на замше. Я себе тоже для пробы купила несколько кусочков замши. Наверное, какой-то сюжет попробую на замше вышить. Вот из маленьких, из очешников. Вообще, вот этот маленький сюжет для очешника я хочу и в красных, и в белых розах вышить. Он такой получился классный, что его хочется попробовать в разных вариантах. Да, эфир у меня будет сохранен. Если Инстаграм его сохранит, не заглючит, то будет сохранен. Так, мы сделали серединочку. Теперь я беру светлый цвет 0902 и сделаю лепесточки. Волшебный цвет 0902 и сделаю лепесточки. У нас в ближайшее время планируется курс по монограмме. Мы будем вышивать две буквы, причём буквы вы сможете выбрать себе свои, какие вам нужны. То есть ваша монограмма или в подарок кому-то монограмма. Где-то, ну я надеюсь, что мы на этой неделе все наши вопросы решим технически. И тогда с понедельника будет объявление о наборе на этот мини-курс. Это будет маленький курс на три месяца. Потом, если вам понравится, вы сможете зайти на курс. Это как бы часть курса буквы. Вот, если вам понравится, то вы сможете потом зайти на курс буквы, где весь алфавит есть. То есть вот возможность как весь алфавит приобрести, так и отдельные буквы. Смотрите, я разделила на пять частей. Теперь начинаю на луче, а заканчиваю между двумя следующими лучами. То есть нахлёст буду делать. Двенадцать делаю накидов. Надя, я на ботанике. Хочу на розу, а буду ли успевать? Да, будете, потому что там программа очень такая, лайтовая. То есть загрузка не сильная. На ботанике у нас загрузка, дай бог. То там будет попроще. У нас сейчас первые три недели будет подготовка. То есть мы изучим наборный шов. Я покажу вам все виды роз отдельно. Вы эти все виды роз как следует потренируете. И только потом будем вышивать сюжеты. И доступ, опять же, к курсу на год, так что, я думаю, все успеете. Почему еще я вот рекомендую всем на него пойти? Потому что повтор этого курса будет, скорее всего, возможно, только в следующем году. Потому как сейчас у нас в планах после этого курса будет лесная ботаника. После лесной ботаники будут винтажные розы, которые очень-очень много просят. Потом будет новый курс. Ну, короче, до красного и белого. Теперь руки дойдут, скорее всего, не раньше, чем через полгода. А то и дольше. Не, он будет доступен в самостоятельном формате. Но вот этот курс я рекомендую брать обязательно с обратной связью. Чтобы, если у вас какая-то роза не будет получаться, такое возможно. Потому что, ну, розочки будут не очень простые. Там будет очень много смены игл. Да. И можно будет просто, ну, не понять, почему не получается. Вот. И чтобы я вам могла оперативно помочь, вот рекомендую с обратной связью брать. Сколько времени занимает она буква, чтобы вышить? Ну, смотрите. Мы вышиваем вот эту букву на прямых эфирах. Два эфира мы вышивали вот эту часть. Три эфира мы вышивали вот это. И вот так, два, пять, шесть. Шесть эфиров. Но вы понимаете, что эфиры мы много разговариваем. То есть мы не чисто час вышиваем. Да, дай бог там минут сорок только чистой вышивки. Причем я показываю. Все время отвлекаюсь. Медленно объясняю. Поэтому вот если прям сесть и прям вышивать, да, то я думаю, часа за четыре-пять можно спокойно букву вышить. Опять же, вы будете быстрее вышивать, потому что не будете каждый придумывать новый вариант. А скорее всего будете чем-то одинаковым вышивать. Вот. Поэтому часа четыре, я думаю, пять. Если, ну, не напрягаться, то два вечера. За два вечера спокойно можно точно вышить. У нас нет цели вышивать быстро. У нас есть цель, чтобы все все поняли. Поэтому мы вышиваем долго и медленно. Так, а здесь, видите, я не сверху закрою, а вот сюда залезу, вот сюда вот, под лепесточек, и у меня будет красиво все закрыто. Бесконечная такая спиралька получится. Да, конечно, запись будет. Запись, как всегда. И потом, вышивка – это не про скорость. Вышивка – это все-таки про удовольствие. Я вообще первое, чему учу своих девочек на курсах, это то, что вышивка, она должна приносить удовольствие. Это все равно не работа. Даже если это работа, даже если вы вышивкой зарабатываетесь и на жизнь, то все равно надо искать удовольствие в работе. Вообще, даже если это работа, то работа должна быть удовольствием. Я хочу, чтобы работать с удовольствием, жить с удовольствием и все делать, даже мыть пол, стараться и то с удовольствием. Находить варианты, как это можно сделать с удовольствием и делать это все-таки с удовольствием. Без удовольствия, знаете, жизнь превращается в каторгу. Нам этого не надо. Нам нужно все-таки радоваться жизни. зеленые это 31 66 тут один зеленый один такой зеленый красивый цвет 31 66 можно 31 65 еще взять они похожи но вот немножко по оттенку отличаются так ну и чего там нам тут не хватает бирюза сиренька что сделать сиреньку или бирюзу давайте бирюзу сделаем это у нас возьмем поярче наверное не возьмем поярче возьмем вот эту 084 возьмем чем вы рисуете по ткани это простая гелевая ручка вот такая вот белая самая простая из канцелярского магазина я пробовала всякие и выяснила что нет разницы между термоисчезающей ручкой за 500 рублей гаммы и канцелярской за 100 рублей из канцелярского магазина разницы никакой нет потому что та которая должна быть термоисчезающая она на самом деле конечно исчезает но потом появляется в морозилке поэтому все равно надо стирать а если уж стирать то смысл тогда использовать исчезающую можно использовать обыкновенную в общем я за экономию ресурсов в том числе и денежных поэтому самая простая ручка они недорогие так теперь нам надо взять желтый цвет я беру 51 77 на данный момент это мой любимый желтый 51 77 вот он у меня сколько цветов используйте в работе я всегда использую много цветов я люблю многоцветные композиции и например если я вышиваю розу то это 5 оттенков ну маленькая роза 3 оттенка 3 4 ну вот 5 6 это мои любимые варианты ну вот например здесь вот у нас 1 2 3 вот тут 5 оттенков такие розочки на 5 оттенков здесь минимум по 2 то есть я никогда не вышиваю цветок одним оттенком у меня всегда минимум два а там если три слоя лепестков то три оттенка и опять же зелени видите да у меня тоже много люблю нежно люблю много разных зеленых вот здесь например вот этих веточках использовано три оттенка зеленого и видите они как будто бы светятся как будто солнцем освещенное здесь тоже по три-четыре оттенка розового это вот у нас сюжет из базового курса розы из прямых эфиров вот мы его завтра будем доделывать такой вот у нас сюжетик так я взяла желтенький сейчас сделаю середину но все равно как бы много я цветов не использовала но вся моя палитра которую я использую где-то я думаю оттенков 250 не больше то есть из всего 400 там чем с чем-то возможного разнообразия я вот себе выбрала 200 оттенков 250 которые вот мои которые мне нравятся и которые я между собой могу хорошо сочетать и в основном их и использую ну как показывает практика опять же показывают исследование ученых что 250 примерно вот то число которым наш мозг может оперировать у кого-то больше у кого-то меньше но в среднем вот 250 300 единиц разной информации то есть больше чем там 250 300 моточков мулине покупать смысла нет просто забудете как они выглядят и про них не вспомните все равно каждая мастерица в конце себе собирает свою палитру она вот чем-то уникальное в чем-то в сочетаниях и это прекрасно это прекрасно я считаю что у каждого должна быть своя индивидуальная палитра тогда хоть и работы будут вышиты да по одному сюжету они все равно будут все разные надя нитки для роз входит в палитру что девочки давали в ботанике на одном листе что-то да большая часть да а что-то нет потому что какие-то оттенки нам нужны очень уникальные и опять же их можно не все покупать смотрите так там что у нас за палитра базовая ну скажем так если она у вас уже есть то вы в принципе можете пока больше ничего не заказывать можно будет обойтись тем что есть белые там нужные есть красные нужные есть зеленые нужные можно подобрать будет из имеющегося ассортимента желтые есть в принципе да вот та базовая палитра она хорошая я думаю что вы найдете себе все что надо в ней может быть не найдете каких-то отдельных сложных оттенков для белых роз но вам может их и не надо будет у нас просто все вся палитра будет делиться на обязательные оттенки и вспомогательные вот обязательные нужны обязательно а вспомогательные там на выбор дается несколько вариантов можете выбрать то что вам ближе или то что у вас есть да потому что уже девочки намного моих курсов ходили палитру уже у всех такие обширные тем более некоторые цвета нам вообще нужны будут совсем по чуть-чуть да поэтому можно будет не заморачиваться подобрать из имеющиеся что тоже хорошо кто не понимает о чем мы сейчас говорим в прошлом году у нас была коллективная закупка в разгар пандемии мы закупали мулине гаммовская татьяна помогала и вот там была как раз палитра на закупку 215 что ли оттенков вот мы ее назвали универсальная базовая и она есть девочек можно по ней закупать там в принципе вот мои самые любимые оттенки самые такие ходовые популярные все что надо там есть не страшного если что-то интересное захотите переслушать эфир будет записи так я берусь какую-нибудь вспомогательную иглу мне сейчас трешка попалась пусть будет трешка 11 10 11 я буду делать меня 132 а 132 а может быть это и она сушки я вот сейчас уже не помню если честно сколько там было может быть 132 но там хорошая палитра большая прям такая обширная там коричневых немного мало но нам коричневых на розы много не надо будет у нас коричневых там всего один базовые которые нам понадобятся и один дополнительный если вам как-то по-другому захочется веточки сделать нас потому что видите в красных розах будет сюжет с ветками я буду рассказывать как делать вот такие красивые плетущиеся ветки мы будем тоже делать не простым способом а таким интересным сложным с шипами все как положено и вот для них нам нужны будут такие коричневые тени розы так уж розы делаем розы ветки бутона этот такой прям сюжет еще наверное дополнительно я вам корзинки покажу как плести плетение корзинок они конечно в микровышевке есть но отдельно покажу в курсе кстати да надо уроку добавить сейчас будут с корзинками потому что розы ну корзина роз первое что приходит в голову у нас конечно а мы может кстати корзину тогда на прямых эфирах сделаем корзину розу кстати да хорошая идея 1 2 3 4 5 6 7 у меня даже кстати есть наверное корзинка роз хорошая коричневых и бежевых 20 ну да там их много коричневых и бежевых но все равно не так много как плесной ботаники было там прям было очень много вот коричневые как как неудивительно они нужны даже вот казалось бы да вышиваем роза все равно вот вспомогательные ту веточку где-то вышить то корзиночку то вето еще там что-нибудь да и как то вот коричневые их мало требуется да но всегда нужны причем хочется тут похолоднее оттенок там потеплее оттенок здесь покраснее оттенок а коричневых много в палитре вообще в гамме а то тут еще я дмс перебирала нашла такие классные оттенки коричневого холодновато розовато бежевато коричневые но такие они прям волшебные вот включу их винтажную палитру по вышиваем ими что-нибудь винтаже люблю перебирать мультик периодически вытряхиваю все на стол при дневном свете и столько тельсного попадать причем они знаете иногда как-то сами собой для красиво пусть когда вы их вытряхиваете прям на стол то они как-то разбиваются по кучкам иногда очень красиво ложатся интересно придумать тоже можно узнать номера базовой палитры чтобы заказать можно можно узнать если вы уже моя ученица спросите в чате ботаники или роз девочки подскажут у них есть потому что у меня она где-то где-то я даже не знаю где наверное где-то на там я точно помню была ссылка на гугл диск вот а где у меня эта ссылка я даже сейчас вот не вспомню наверное напишите в директ я поищу либо напишите лучше быстрее вы если вы напишите в чат девочкам девочки вам быстрее помогут потому что я сейчас в основном технические вопросы там все решаю и в инститете сейчас мало бываю не потому что я вас разлюбила а потому что реально просто некогда сейчас вот с вами доделаю и до опять общаться с натальей моя помощница будем красные и белые розы уже уроки добавлять в общем техническую часть делать курса хотелось бы конечно заниматься чистым творчеством вот вышивать с утра до вечера да всегда какой-то нюанс технически возникает а когда-то еще не технический гений хотя я вот не скажу что я технический кретин да я все-таки что-то понимаю в этом деле но все равно все равно сложно столько нюансов столько мелочей столько этих всяких настроек что иногда хочется послать все куда-нибудь вышивать на заказ но я не сдаюсь я с вами вышивать на заказ очешники с розовыми веточками но потом я вспоминаю что у меня почти тысячи учениц беру себя в руки и тут снова решать все эти технические сложности можно к вам попасть на обучение да конечно проще всего написать в директ после эфира я вам расскажу что делать дальше новый обучающий курс розы красные белые у нас четверга стартует остальные курсы уже идут идет ботаника поливая прям в самом разгаре уже розы мы уже заканчиваем базовый он теперь не скоро будет базовые розы теперь будут после винтажных роз у нас теперь эти курсы будут идти друг за другом базовые розы цветные розы но не всегда они будут красные белые будут еще там бирюзовые и анжелиновые ну разные по цветам а потом винтажные то есть вот это вот такая связка три курса по розам вот можно их вот проходить друг за другом они друг за другом будут идти там раз в два месяца начинаться и можно их вот проходить друг за другом и прям очень сильно продвинуться в розах всегда везде разные сюжеты разные технические нюансы будут потому что в базовом курсе мы разбираем маленькие сюжеты построения маленьких сюжетов ну там брошечки на какие-то малюсенькие кошельки вот в красных и белых у нас тоже будут теоретические занятия мы будем учиться строить сюжет такого плана то есть с веточками будем учиться такого плана сюжетики строить а в розах винтажных мы будем строить корзины роз и венки роз вот не роз точнее а корзины цветов и венки цветов а можно кстати еще веночек именно роз такой прям воздушный тоже построил на красном и белом когда начнется начнется в четверг но принимать мы будем еще две недели потому что вот у нас сложности с технической частью мы не успели сделать анонсы ну не успели как там нас уже собралось достаточно много на самом деле народу но вот еще не все кто хотел ну вообще про него еще не даже в эфире там да как-то в ленте даже не рассказывали хотя вот своих уже там достаточное количество вот начало ломаться где-то вот начале марта там даже не с февраля началось все в феврале а в марте просто достигла апогея какого-то ломает уже все у всех постоянно я мониторю там как на какие-то профили подписано уже несколько профиль на которые я подписана тоже сломали причем они там такие крупные профили там по сто по двести тысяч человек в общем в печали мы мы все в печали надеемся что все таки пофиксят разработчики всю эту историю как-то хоть пофиксят вот поэтому у нас я думаю что в ближайшее время появится профиль именно школьный там где будет подробное описание всех уроков работы учеников мы там будем выставлять такой чисто обучал обучая про обучение этот профиль переходит скорее даже он будет моим личным то есть я здесь буду свои вышивки ну тоже все буду рассказывать естественно но все-таки больше вот личного уже какие-то мысли буду рассказывать вам про счастливую жизнь вот а там будет именно про обучение по вопросам обучения все такое эфиры будут здесь эфиры будут здесь я надеюсь что не реже раза в неделю будут такие без свободные бесплатные бесплатные там мы хотим собрать небольшую базу знаний по швам здесь все теряется у меня в ленте а там чтобы оно не терялось и было видно заметно то есть на том профиле нам как бы лайки лайки сохранения не важно охваты да потому что про него будут знать те кому надо про него знать кому не надо про него знать ну и не надо то есть он будет такой чисто деловой но вы можете на него тоже подписываться как на ну альтернативу что если вдруг основной профиль сломают а уже никто от этого не застрахован чтобы вы всегда знали где меня меня альтернативно можно найти так как эти профили независимые будут одновременно их два не сломают мы надеемся в целиком случае на это мы так вот обезопашиваем свой труд что разделяем немножко от полномочия ну и чтобы в случае чего была альтернатива роза с клеткой прорезь была до клетка роз есть в в розах в базовом курсе в дополнительных прорезь кстати для тех кто был на зверобой и землянике у вас сегодня появились две новые прорези для очешников но это я так просто вдруг кто то есть чтобы вы знали что у вас есть сейчас мы делаем pdf ку те кто вариант был с pdf-ом скоро вам она придет пдф очка на почту сейчас мы ее оканчиваем скоро она будет у вас ну вот в винтажный в винтажных розах мы будем как раз такого плана сюжет строить винтажные красивые клетки букеты корзины венки что такое вот не нашла странно должна быть если вы из четвертого пятого потока должна быть клетка задайте вопрос на самом гид курсе там комментарий к уроку какому-нибудь вам девочки быстрее ответят где она живет если вы на телеграм-бот подписаны то можете прям в телеграм вопрос задать так и 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 спасибо дети прориси можно найти а зоя какие если вот эти новые то они будут доступны чуть позже когда курс начнется я наверное их сразу все открою в отдельном уроке прориси ну чтобы вы могли мы будем подробно вышивать каждую прориси как обычно но я наверное пока пораньше а то чтобы хотя бы маленькие розы вы могли уже тренировать на прориси наверно посмотрим как пойдет видите у нас из-за этих технических сложностей во-первых эфиры будут позже начинать эфиры мы вышивку в прямых эфирах с апреля середины только начнем пока самостоятельная работа будет потому что мы даже еще профиль не подключили не знаем чё с ним сейчас тоже что-то глючит но я думаю что к завтра ну четвергу все наладим и первый эфир пройдет по расписанию без проблем а я про землянику и зверобой а в землянике и зверобоя вот где у нас а вот где у нас был сюжет земляника и зверобой там чуть ниже новые появились два сюжета еще земляника отдельно и зверобой отдельно вот это вот прориси для чешников на гид-курсе все на гид-курсе все на гид-курсе подскажите пожалуйста новичкам можно на курс розы записаться да можно мы там самого начала начинаем будут подробные видео уроки так что можно будет на розы новичка у нас в принципе все курсы рассчитаны на новичков за исключением там одного который розы 2 ступень потому что ботаника которую я планировала как вторую ступень на самом деле она будет не 2 ступень она тоже будет доступна всем но мы там будем не вышивать а рисовать то есть как только мы уедем в лес в деревню ориентировочно в мая где-то там мы начнем курс который в прошлом году еще хотели но не успели запустить по рисованию трав с натуры я буду носить натуру и мы будем с вами в прямых эфирах и в дюроках рисовать и разбирать какими шагами мы это можем вышивать чуть-чуть вышиваем какие-то отдельные элементы а вот основном будем рисовать может даже чуть еще аквариум совсем чуть-чуть как будем учиться рисовать себе натуру для ваших работ как ее собирать как рисовать как адаптировать рисунок под вышивку тут задача у нас не столько нарисовать да сколько еще потом понять как это вышивать то что нарисовать то мы можем чего угодно вот вышить есть нюансы и с этим будем разбираться строить будем много разных сюжетов венки и всякие ну в разные там поподробнее мы на построении сюжетов остановимся и вот на подготовке для себя прорезей ну такое давно его просили этот курс такой технический но интересный потому что невозможно все время вышивать по чужим рисунком иногда хочется уже начать что-то свое воплощать в жизнь и будем пробовать это делать то есть он такой у нас будет в основном прямый эфирный курс большую часть времени мы будем с вами в прямых эфирах общаться вот кто любит мои прямые эфиры кто хочет много прямых эфиров вам на этот курс там наверно у нас два эфира в неделю будет да это здорово у нас в нашем лесу много разных растений я вот буду носить их из леса к эфиру перед каждым эфиром буду ходить в лес и в поле приносить разные растения заодно у нас но узнаем как они называются будем учить ботанику и соответственно сразу ее рисовать и местами даже вышивать какие-то простенькие зарисовочки делать вышитые так что будет у нас знаете как такая была раньше практическая работа на лето вот это вот это оно соберем с вами скетчбук с разными зарисовками можно вообще его потом будет красиво оформить с тканюшками подбирать уже сразу тканюшки мулинешки кусочками туда вклеивать красоту можно будет навести и да в июле во второй половине июля после 13 числа мы планируем сбор в костроме так что помните об этом но подробнее мы расскажем когда я туда приеду а мы туда собираемся в мае на майские праздники уже уехать там с татьяной встретимся за чашкой чего-нибудь месяца за чашечкой и гермейстера в кафешечке на берегу волги мы с ней обсудим набросаем наши планы и уже тогда будем вас звать на встречи оффлайновые встречи так что кто готов приехать в кострому приезжайте я буду очень очень рада всех видеть там определим программу будем ли мы только будем ли мы вышивать или просто у нас будут такие прогулочные сеты или все-таки что-то вышьем или еще чего-нибудь какой-нибудь проведем по цвету мастер-класс там уже посмотрим как будет у вас желание будет ли у вас желание шивать в прогулках или все-таки хочется больше отдыхать гулять вообще так планировала сделать две группы одна группу вышивает с утра гуляет вечером а вторая вот гуляет с утра вышивает вечером потому что больше и максимум 7 человек одновременно на очный мастер-класс очень трудно обучать вот поэтому надо будет разбивать на группы там по 5-7 человек можно будет так два сделать две смены там по три-четыре часа вышивать все остальное время гулять и общаться вот так что кто еще свой отпуск не запланировал можете попробовать запланировать с учетом выезда в кострому мы планируем захватить выходные и может быть еще понедельник пятницу понедельник точнее да пятницу понедельник чтобы не два дня было побольше там три-четыре ну кто-то если хочет на подольше конечно всегда за можно будет там и подольше пожить это не проблема вот татьяна нам обещала экскурсию на ленокомбинат организовать пробовать можно закупиться ботками из первых рук красивый старый готов там еще посмотреть у нас есть что-то посмотреть на табачки можно покататься на речном куда-нибудь съездить съездить в резиденцию снегурочки она в костроме вот можно против вот тропу ивана сусанина по болоту погулять обдор красивая в прошлом году гуляла очень здорово короче много разных интересных штук да эфир уже в четыре начался мы уже сейчас будем заканчивать то есть мы уже вышли кусочек который планировали я вот уже на листочки зашла выезд второй половине июля сейчас до точных пока нет потому что если вдруг будет очень много желающих то будем два заезда организовывать но планируем набрать человек 10 12 на задний заезд то что больше уже во первых это неуправляемая толпа получается очень сложно будет координировать все все передвижения да и на мастер-класс но больше там 5-6 человек за раз очень сложно потому что не успею всем дать качественную обратную связь поэтому вот если 12 человек то бить на группы там по 5-6 человек как так заниматься то есть под практически индивидуальный поток вот по цене пока не могу сориентировать потому что мы еще не смотрели как это все будет организовано потому что надо договориться с проживанием варианты проживания я думаю что будет отдельно участие в мастер-классах для тех кто захочет отдельно просто вот путешествие по костроме там с проживанием с экскурсиями да те кто не хочет на мастер-классы а хочет просто приехать пообщаться то короче там будут разные варианты и с участием мастер-классы в мастер-классах можно просто своим ходом да то есть если мы встречаемся там на 4 5 дней вы можете своим ходом приехать в кострому на эти выходные и просто с нами пообщаться то есть просто присоединиться к нашей темпе на выходные так тоже будет можно вот это здорово вот нам репортаж пришлете а конечно пришлем мы будем регулярно выкладывать в стоить даже эфир какой-то совместный проведем конечно конечно что как же можно такое мероприятие оставить без освещения не уже будет писать я думаю и у меня помощник приедет моя слава на вы как раз не сможете познакомиться лично тоже будет помогать вообще это будет классный такой знаете девичник встроим маленький шабаш на берегах костромы вот это когда будет фото по курсу красное и белое но когда будут фото не знаю сюжеты которые мы будем вышивать могу показать сейчас вот у нас будет вот такой сюжет красными розами вот такой сюжет тоже с красными розами и вот такой сюжет у нас будет с белыми розами с бутонами вот и дополнительный сюжет для самостоятельного вышивания это вот к этому красному это у нас очешника это для косметички то есть вот они парные я люблю парные сюжеты да чтобы было ну комплект вот это как раз для комплекта и один сюжет мы будем вышивать на прямых эфирах это будет скорее всего корзина роз что-то прямо сейчас пришла идея они вышить ли нам корзину роз готовых пока показать не могу это секрет они будут когда готовы тогда будут готовы хорошая идея понять порядок цен ну вот а нам надо понять порядок людей которые хотят приехать чтобы все это оптимально скомпоновать да чтобы стоимость сделать ну минимальную прочих равных там стоимость будет из двух частей складываться собственно сами мастер-классы это аренда помещения то есть нам надо понимать какого размера помещения арендовать как это вот все и соответственно проживание питание но питание здесь самостоятельно и у каждого проживание есть неплохой хостел такой хостельного типа помещения недалеко как раз от но комбината можно будет там договориться если кто-то хочет прям покомфортнее да там индивидуальные отдельную комнату это уже можно но тогда надо тоже понимать и заказывать просто лето сезон туристический и надо будет заказывать все заранее чтобы не остаться потом нет понятно что на улице не останемся но вот хочется чтобы всем было комфортно понимаете я вообще за то чтобы все путешествия были комфортно я вот сама не люблю знаете какие-то базу отдыха непонятные с непонятным там душ один на этаж вот я такие условия не очень люблю поэтому если уж я организовываю какой-то такой выезд да то он должен быть комфортный мы вообще планировали евпаторию потому что там очень комфортный гостевой дом где мы сами снимаем жилье он достаточно большой и там можно прям много человек разместиться и есть пространство где проводить мастер-классы это наша кухня с птичками вот но в этом году мы опять туда не попадаем по причине опять же все той же прививок мы еще не сделали поэтому пока не попадаем вот поэтому решили сделать альтернативный выезд вот в костроме попробуем вообще как это если все будет хорошо то в следующем году и в евпатории сделаем такой будет у нас пляжно вышивальный отдых а где планируете в костроме будет в костроме следующий эфир с вышиванием не знаю наверное на следующей неделе если получится то на этой неделе выйдем нам надо решить наши технические сложности как только мы их решим так будет уже поспокойней ну в смысле попроще в эфир выходить потому что я хотя бы буду понимать что мне рассказывать и куда мне направлять людей по поводу курсов потому что если я сейчас сделаю какой-то анонс да и начнет писать мне это будет опять как в прошлом году я этого не хочу там были сложности с потерей людей короче и с некогда работать это превращается все что я прилипаю к телефону и вместо записи красивых роз занимаюсь ответами на разные технические вопросы я вот этого в прошлом году научилась избегать не хочу к этому возвращаться а вот поэтому сейчас мы решим все вопросы потом будут уже новые эфиры новые какие-то наборы потому что ждут своей очереди буквы ждет своей очереди и они ничего не забыла она просто ждет просто ждет я просто еще думаю что давать на следующем вышивальном эфире что пока не придумалось сейчас букву мы закончили надо что-то новенькое придумать какой-то сюжетик нарисовать интересный вот а в июле не слишком жарко в костроме в костроме никогда не бывает слишком жарко понимаете в костроме максимум температуры это 30 градусов и то таких дней бывает два за лето скорее всего будет где-то ну комфортная температура там двадцать пять двадцать семь июль самый теплый месяц потому что в августе например у нас плюс десять бывает плюс десять плюс семнадцать ну уже не больше двадцать редко в августе кострома она все-таки севернее москвы и там я не скажу что прямо жарко нифига не жарко вот говорится у нас в августе так как в турции зимой август июль да вот самый такой теплый месяц но я думаю что мы справимся потому что кострома на воде река есть и комфортно достаточно я даже не помню какая в прошлом году в июле была погода но кстати в прошлом году июль не жаркий был вот июнь был жаркий а июль был какой-то такой спокойный так что нет 40 градусов точно не будет 32 это вообще самый максимум что у нас бывает но это знаете тоже надо еще чтоб повезло чтоб так тепло было так обычно 22 25 так где можно посмотреть какие цены будут на розы и на косметичку это будет в анонсах все обычно все цены пишутся в анонсах но про розы сейчас могу сказать что розы сейчас стоит 1990 для новых участников для тех у как кто уже у меня учился есть там небольшая скидка пишите директ или ищите ссылку на почте вам всем присылалось приглашение на этот курс можно там посмотреть ну либо напишите в чат-бот в telegram с просьбой на ссылку и вам наталья пришлет ссылочку на оплату сразу у нас то на юге жара в июле но это у вас на юге вы не путайте ваш юг с нашим севером у нас вообще жары не бывает никогда это вам не там у нас бывает только холодно вот заморозок в июне до нуля до минуса это у нас всегда пожалуйста а вот жары нет жара это не к нам здравствуйте лариса что-то давненько вас не видно как поживаете все сейчас я доделываю листочки и с буквой мы заканчиваем соответственно саму букву ищите в предыдущих эфирах мы и стебельчатым швом вышивали два листочка не остался так ну все я листочек закончила тогда я на сегодня с вами прощаюсь надеюсь ненадолго до новых встреч с девочками кто на программах встретимся завтра послезавтра на эфирах со всеми остальными до следующего прямого эфира вот такую прекрасную букву мы с вами закончили так я подержу чтобы мне красивую обложку сделать для инстаграма все я с вами на сегодня прощаюсь спасибо что были со мной этот час жду вас на следующих прямых эфирах все пока